Для ведома всему народу. Это выставка гравюр Петровской эпохи, которая открылась в отделе эстампов Российской национальной библиотеки в Петербурге. Первые четыре толстопечатания, остальные восемь лукашистов. К Петру Первому она была направлена в гравюр в 1817 году. В экспозиции впервые представлены подлинные гравюры, созданные по заказу самого Петра. Оттиски на шелки, раритеты из отдела редкой книги, документы из архива древних актов. Гравюры Петровских времен – это такие плакаты начала 18 века. Это живые, настоящие материальные свидетельства того времени, когда Россия боролась, побеждала и занимала, прочно занимала свое новое место в мире. И Россия в целом, наша страна – это то место, и сегодня, когда в Европе отменяется культура, идет отказ от истории, от своего наследия, от своих ценностей. Вот Россия была, есть и навсегда уверен останется таким местом, где европейская культура, европейские ценности, общая европейская история будет в безопасности. Центральное место в экспозиции занимает знаменитая панорама Петербурга. Она была создана Алексеем Зубовым в 1716 году. Гравюра длиной 2,5 метра выполнена на четырех листах. До наших дней дошло лишь несколько экземпляров этой работы. Один из них хранится в Российской национальной библиотеке и недавно прошел реставрацию. Петр I, совершая свое великое посольство, обратил внимание на то, что в Европе уже использовалась гравюра как средство массовой информации, по большому счету. То есть она доносила до широких масс людей информацию о победах, о событиях, о коронациях, о свадьбах и так далее. И Петр I был человеком, который схватывал все самое передовое, самое интересное и лучшее, решил перенести эту традицию в Россию, что ему с успехом удалось. Экспозиция позволит посетителям рассмотреть произведения Петровского времени как в контексте эволюции европейской гравюры и иллюстрированной публицистики первой четверти 18 века, так и с точки зрения истории государственной пропаганды. Выставка является значимым событием в череде торжественных мероприятий, посвященных 350-летнему юбилею Петра Великого. Отмечаем мы, конечно, этот праздник не один день, а весь год. Вы все хорошо знаете, что этому событию посвящается огромное количество мероприятий. Их не просто много, их больше 200 мероприятий. Все крупные праздники городские посвящены 350-летию со дня рождения Петра I. Это и день города, алые паруса. И во время экономического форума мы украсили город, мы привлекаем внимание к этому, пожалуй, главному празднику для Санкт-Петербурга. Кроме того, Рио передало Российской национальной библиотеке изданные при его участии четыре книги. В частности, о Петре I, книга графических портретов отечественных разведчиков, а еще книга российско-исторического общества «Дом на Воронцовом поле» под общей редакцией Сергея Нарышкина и книгу «Линии роста. Памятники историко-культурного наследия по границе России 16-19 веков», в работе над которой приняли участие члены российского исторического общества. Там же в библиотеке собравшимся показали редкие книги и документы, в том числе посвященные деятельности русского императорского исторического общества. Во-первых, это адрес, который попадает русского исторического общества нашему директору, академику Бычкову, в честь его 60-летия научной деятельности. В тот же день в Петропавловской крепости состоялось заседание Попечительского совета Государственного музея истории Санкт-Петербурга, созданного в 2021 году. К собравшимся по видеосвязи обратился Сергей Нарышкин. Председатель российского исторического общества отметил, что значение Петра Великого трудно переоценить. Он придал развитию России мощный импульс, устремив ее в историческое будущее. Трудно переоценить значение этого по-настоящему выдающегося правителя России. Поражает масштаб Петровского гения, его непоколебимая вера в русский народ и поистине железная сила воли. И хотя многие города России по праву гордятся своим Петровским наследием, именно Петербург олицетворяет собой ту бурную эпоху, воплощает ключевые Петровские ценности. За год работы Попечительского совета достигнуты существенные результаты. Выделено внебюджетное финансирование на реставрацию исторических зданий и сооружений Петропавловской крепости. Среди них Великокняжеская усыпальница, казематы Екатерининской куртины, комендантское кладбище. Реставрационные работы на этих объектах начнутся уже в этом году. Неотъемлемой частью музея истории Петербурга является не только Петропавловская крепость, но и другие знаковые объекты, расположенные в нескольких районах города и в его окрестностях. В будущем нам предстоит обратить внимание на реставрацию монумента героическим защитникам Ленинграда, взяться за полноценную комплексную реставрацию крепости Орешек. В следующем году крепость как раз отметит свое 700-летие. Этот солидный юбилей станет хорошим поводом для проведения там назревших восстановительных работ. По словам Сергея Нарышкина, Музей истории Петербурга смог стать одной из главных площадок празднования Петровского юбилея. У руководства музея уже подана заявка на вступление в члены российского исторического общества. Кроме того, на базе Государственного музея истории Санкт-Петербурга откроется музей археологии. Впервые действительно в истории города город получит музей археологии. У этого музея будет три площадки. Одна из них на территории Петропавловки и две площадки на территории Октинского мыса. Участники заседания также подвели итоги проделанной работы и обсудили будущие музейные проекты. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова